Может быть можно? Всем привет! Мы продолжаем и сейчас мы еще раз поговорим с игроком, на которого кто-то сделал ставку, кто-то заложил квартиру, а кто-то не поверил и сделал правильно. Это ФОФО. Кто-то заложил родителей. Родителей, да. Ну что, ФОФО, похоже, твое окончание... Да, мы в темноте. Вот он, темный ФОФО. Слишком темная лошадка, чтобы выйти из группы. Расскажи свое впечатление о турнире. Турнир еще идет. Мне пока все нравится. Я только что покушал. Покушал, да? Я сыграл очень много... Покушал ты лучше, чем сыграл? Наравне. Наравне, да? Наравне, да. Я сыграл очень много веселых игр, потому что я был уверен, что я уже не выхожу из группы. Поэтому я ставил хэтчери на базе у противника. Я рашил с рабами, я добывал на натурале у противника. Хотел измором взять. Слушай, мы тут в Сабвэе кушали, и продавцы Сабвэе обсуждали твою игру через Квинов. Так, так. То есть, как ты вообще пришел к этому? Квины против Протаса – это что-то вообще? Квины против Протаса, да. Просто мой соперник – это Визор. Я думаю, это многое объясняет, почему квины против Протаса. Без обид Визор. Ну, просто я играл, фанился. Поэтому такая стратегия была. То есть, ты в курсе, что твой фан с хатами, да? Сто пятьсот мне рублей, да? Да, я в курсе. Да, это задавал тренд, на самом деле. Мы еще потом смотрели, стримили три игры практически подряд, где соперники приезжали и ставили на экспо ЦЦ, хэтчери, доджили. Ну, в общем, жестко, жестко. Потому что это второе рождение Бродвора. Новая стратегия, новая Бродвора. Через хату, да, экспо. Вот Мефи тоже против, по-моему, джема. Он приехал, поставил хэтчери на экспо джему. Все правильно сделано. Ты считаешь, что за этим будущее? Я считаю, да. Я считаю, да. Понятно. Какие у тебя послания? Еще лет на десять вкладник Бродвора. Как минимум. Как ты считаешь, вообще, что нужно, чтобы Лам получился в следующий раз еще лучше, чем в этот? Ну, во-первых, сменить стримеров, конечно же. Стремеры очень плохие стримеры, очень плохие. Спасибо за интервью. Отличные пожелания. Да нет, главное всегда весело. Ничего менять не надо. Просто немножко поорганизованнее, чтобы не было задержек. Задержки – это вообще плохо. Непредвиденные задержки. Непредвиденные задержки – это опасно. Во всех случаях жизни. Нервы, нервы трепет. Да, лучше все вот четенько. А как побольше заманить людей, чтобы всякие упы, типа Йода приехали? Йода? Йода, не знаю, уже никак не заманишь, наверное, его слишком. Много людей хотят с ним встретиться. Ну, вряд ли. То есть история не скрывается, да, че? Да, слушай, я тебя ищу. Наверное, меня ищут тоже, видишь? Ну вот, да. Наверное, твоя последняя игра на турнире, да? Ну, потому что уже вечер, Москва-зима. Такая вебка. Ну что, желаю тебе удачи в игре с Джемом. Да, я играю в Павлесе. Джем, Джем, помягче с ним, ладно. Я в Куаку играю. Помягче с ним, ладно. А в Куаку, ну… Тогда удачи Джему, чувак. По-по, помягче с ним. Я могу еще раз просит дать интервью через час. Спасибо.